МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В области стартовала акция против абортов. Кто передумал идти на неосознанный шаг? А также рабочее совещание, день инженерных войск и рост цены. В стране подорожало топливо на сколько? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На неделе в стране началась иммунизация медработников от COVID-19. Первыми прививку получили столичные сотрудники клиник. В регионы спутник ВИД оставляют специальные машины, оборудованные холодильными установками. Температура в контейнерах минус 18. Как прошел первый день вакцинации в Бобруйске? Давайте посмотрим. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Жалобы есть? Нет, никаких жалоб нет. Инфекционными заболеваниями никакими не болели в ближайшие полгода? Нет. Медсестра Лариса Петраненко сама в качестве пациента. Сотрудник первой поликлиники открывает сезон вакцинации от COVID-19. Забор крови, прививки, внутривенные манипуляции, внутримышечные и подкожные инъекции. Так проходит рабочий день специалиста. Поток людей внушительный. Потому быть здоровой от вируса – святая обязанность. Сегодня первый укол. Второй компонент препарата будет введен через 21 день. Я каждый год, во-первых, прививаюсь с удовольствием, потому что нужно обезопасить себя. Тем более я в таком месте работаю. Нужно подавать, во-вторых, пример. И свою семью. Я тоже ежегодно прививаю в обязательном порядке. Сама я коронавирусом не болела. И считаю, что лучше сделать заранее в профилактических целях прививку, чтобы потом было легче. Мне и моим родственникам. Потому что я тоже с ними тесно взаимосвязана, в тесном контакте нахожусь. Перед вакцинацией – обязательный осмотр инфекциониста. После – получасовой отдых под наблюдением врача. Поликлиника номер один – единственное учреждение здравоохранения города, где делают прививку от коронавируса. Здесь для этого созданы все условия. Российский препарат «Гам-Ковид-Вак» или более известный под коммерческим названием «Спутник ВИП» поступил сюда за день до старта вакцинации. В нашем учреждении обеспечены все условия для обеспечения надлежащих условий хранения вакцины полученной. То есть приобретено все необходимое холодильное и мразильное оборудование. То есть вот вы видите, да? Условия хранения – это минусовой режим, определенные цифровые значения. Пожалуйста, в достаточном количестве. Вы видите, тут видно, да? Видно «Гам-Ковид-Вак» – это векторная вакцина. «Гам-Ковид-Вак» получено два компонента. Первый компонент и второй компонент. Также приобрели терморегистраторы. Обеспечен контроль температурного режима, который фиксируется в необходимой медицинской документации непосредственно в процедурном кабинете. Заблюдены в учреждении все звенья холодовой цепи». Укол от COVID-19 делаются на добровольной основе. При этом главное – на момент процедуры быть здоровым. Списки медработников, которые желают привиться, составлены заранее. Первыми вакцинируют тех, кто непосредственно работают с ковидными больными. «Естественно, учитывается момент перенесенного в анамнезы заболевания, то есть коронавирусной инфекции. Временные рамки определяются на данный момент – это 6 месяцев, прошествие 6 месяцев с момента заболевания». «Вокруг вакцинации ходит очень много слухов, в том числе недостоверные источники говорят о том, что вакцинация небезопасна. Как вы считаете, правда это или нет?» «Мы, как государственные учреждения, естественно, привыкли сами, призываем всех верить только подтвержденным источникам информации. Данная вакцина прошла все необходимые испытания, клинические, лабораторные. Мы знаем про то, что уже опыт вакцинации проводится в соседних странах, в частности в Российской Федерации. Все условия при транспортировке соблюдаются, условия хранения вакцины соблюдаются». «Прививка от коронавируса будет поэтапной. После медиков ее получат педагоги, сотрудники транспорта и торговли, а затем все желающие. Массовая иммунизация белорусов начнется уже в апреле. До конца весны планируется привить 1 миллион 200 тысяч человек, постепенно выйдя на показатель в 5,5 миллионов жителей». «Вакцинация является самым надежным способом профилактики инфекционных заболеваний. И благо, коронавирусная инфекция не стала исключением. И как в целом в Республике Беларусь, так и в нашем регионе, в городе Попруйске, начата вакцинация от коронавирусной инфекции. В настоящее время проводится опрос в организациях здравоохранения, на крупных предприятиях. Собирается информация о желающих. Поэтому, если вы хотите быть вакцинированными, вы можете свое желание изъявить своему терапевту. И в дальнейшем эта информация будет учтена при формировании списков и при получении последующих доз вакцины. Значит, специалистами Центра генной эпидемиологии осуществляется контроль на всех этапах организации вакцинации от COVID-19. То есть на этапе и планирования лиц для вакцинации, составления списков, получения вакцины, транспортировки ее, хранения в организации здравоохранения. Каждому пациенту после прививки выдают памятку вне рекомендации и описание возможных реакций на спутник ВИМ. Однако иммунизация, отмечают специалисты, не подразумевает пренебрежение правилами безопасности на период пандемии. Социальную дистанцию, ношение защитных масок никто не отменял. Но вакцинация, как известно, лучшая профилактика заболевания. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели выписаны 216 744 пациента с COVID-19. Зафиксированы 232 298 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 311 968 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Всемирная организация здравоохранения изучает, какие вакцины от коронавируса можно включить в список для экстренного применения. Всего подано 14 заявок, в том числе российский спутник ВИМ. Тем временем количество инфицированных в мире приближается к 98 миллионам. Китай на пороге второй волны. А Ливан второй день подряд обновляет рекорды посмертности. Также сегодня могут вести общенациональный комендантский час в Нидерландах. Впервые со времен Второй мировой войны. Большой разговор, выход в плей-офф и альтернативная практика. Кому и где будут предлагать жилье без очереди? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Распределение государственных инвестиций в нынешнем году в центре внимания президента. Александр Лукашенко провел совещание с Советом министров на повестке инвестпрограмма. Глава государства уверен, вложение каждого рубля должно быть обосновано. Главный критерий – эффективность инвестиций. Однако не по всем идеям достаточно информации, посчитал президент. А некоторые предложения в инвестиционной программе на будущий год и вовсе оценил критически. Ее Александр Лукашенко поручил актуализировать с учетом целесообразности, экономической эффективности и социальной справедливости. Нуждающимся в улучшении жилищных условий без очереди предложат жилье в малогородах и селах. Такую возможность сейчас рассматривают столичные власти. Как рассказали в Мингородсполкоме, такая практика может стать альтернативой городам-спутникам, а также еще одним стимулом для развития сельских территорий. В Беларуси подорожало автомобильное топливо с этого дня, его стоимость выросла на 1 копейку. Таким образом, литр 92-го обойдется в рубль 71 копейку, 95-й дизель – рубль 81, и 98-й – 2 рубля 3 копейки. День инженерных войск отмечают в Беларуси. Они празднуют 320-ю годовщину со дня образования. Особую признательность инженерам в погонах можно выразить за решение ответственных боевых задач в мирное время. Только в 2020-м обезврежено около 10 тысяч взрывоопасных предметов. Многие из которых остались после Второй мировой. Свои истории за мужество и героизм. Более 100 тысяч солдат, сержантов и офицеров награждены орденами и медалями. Сотни из них удостойны высокого звания Героя Советского Союза. Сборная Беларуси по гандболу делит очки со шведами и продолжает борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира. Дружина Юрия Шевцова накануне выигрывала по ходу первой половины плюс 8, но не сумела удержать перевес над грозным оппонентом, сыграв в ничью 26-26. Швеция возглавила группу белорусов с двумя баллами пока на пятом месте. В следующем поединке 22 января белорусы сразятся с египтянами. На встречу Всебелорусскому народному собранию меньше месяца остается до главного политического события в жизни страны. Характер мероприятия судьбоносный. Экономика, медицина и образование на общий суд вынесут вопросы, которые волнуют каждого белоруса. Вопрос со своими делегатами определился еще в конце прошлого года. Максим Кембель познакомился с одним из народных представителей. Не подвести людей. Уверен Сергей Козусенок главной задачей делегатов. За его спиной многотысячный коллектив «Бабруйск-Агромаша». Сегодня предприятие – флагман отечественного сельскохозяйственного машиностроения, экспорт более чем в 70 стран мира. Как раз при умножении достигнутого – основной вопрос для мужчины. Модернизация нашего производства даст нам большой плюс в улучшении качества техники, более быстрого его производства и конкурентоспособность на рынках. Как и любое предприятие, здесь работают семьи, их очень… и даже династиями работают на этом предприятии. И каждый человек, приходя сюда, зарабатывает достойный зарплат. Если предприятие будет жить, работать, то это рабочие места, квалифицированные специалисты. Карьера Сергея Козусенка началась у станка. Теперь мужчина – замначальника отдела. В трудовом пути уже 11 лет. Поэтому весь технологический процесс знает, как говорится, от и до. Если говорить о Сергее Дмитриевиче как о сотруднике, можно очень долго перечислять все его заслуги, качества. А я, наверное, вмещу в одно емкое слово, которое, наверное, соберет все его заслуги и качества вместе. Это надежный… Надежными и доступными себя зарекомендовали и диалоговые площадки. Открытый формат общения делегатов и простых граждан. К обсуждению важных социально-политических тем присоединились и школьники. Ничего удивительного, через пару лет они будут локомотивом идеи масштаба всей страны. В третьей гимназии за круглым столом молодежь и преподавательский состав. Темы разговора самые разные – от поправок к конституции до службы в армии. Я вот, например, не представлял, что диалог может настолько развернуться. То есть сначала мы не могли там некоторое время, скажем так, раскочегариться, но потом уже диалог пошел. И, наверное, я думаю, что могли мы говорить еще и не час, а еще и больше. Повышаем какой-то уровень общения, то есть и находим какие-то общие решения вопросов. Ну, то есть даже интересные, интересующие нас вопросы, мы узнаем на них ответы. Дети понимают, что это тот период, в котором нужно будет жить. То есть это конституция, от которой будет зависеть их дальнейшая судьба. Поэтому в данном случае, конечно же, их возникали вопросы, они хотят, они пытаются их задавать. И самое главное, что вот в этом споре рождается истина. То есть дети сегодня, уходя отсюда, уже вышли с новыми идеями, взглядами. В девятнадцатой школе сегодня тоже звучали вопросы и предложения. Диалоговая площадка в деле. На одном фланге преподавателей, на противоположном делегатсе Белорусского народного собрания Наталья Винокур. Объединяет всех собравшихся одна общая тема – образование. Диалоговые площадки, которые сейчас проходят в коллективах учреждений и организаций нашего города Бобруйска, очень важны. Потому что на них есть возможность обсудить вопросы, которые волнуют наших граждан. Вопросы, проблемы, выслушать их предложения, послушать о том, какой они видят нашу жизнь в будущем. Напомним, Всебелорусское собрание состоится в Минске 11-12 февраля. Оно станет шестым по счету в истории суверенной Беларуси. На нем будут подведены итоги пятилетки, о достижениях и о том, что не получилось. Также делегаты утвердят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Цена маленькой жизни в Могилевской области стартовала акция «Рождественские дни без абортов». Продлится движение до 28 января. Помогает женщинам в кризисной беременности Центр поддержки семьи и материнства «Покрова». Ситуацию незапланированной беременности отмечают специалисты в большинстве случаев стрессовая. Объективно взвесить все за и против в таком состоянии сложно. Донести, что малыш не причина сложных отношений или тяжелого материального положения – главная цель. Более того, аборт не восстанавливает семью и не спасает материальную ситуацию. В эту неделю проводятся круглые столы, семинары с врачами-акушерами-гинекологами, психологами. В женских консультациях сокращается число медикаментозных абортов. Буквально два дня назад на кризисную линию поступил звонок. Женщина с вопросом о сохранении беременности. Ее проконсультировал наш психолог, подключились еще психологи. В итоге женщина сохранила беременность. Тот факт, что ребенок меняет жизнь женщины и семьи в целом в лучшую сторону, подтверждают жизненные истории подопечных покровов, которых уже немало. За 2020 беременность сохранили 55 женщин. За 8 лет работы таких – 611. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова